Доброго порадкования территории, капитальный рамонт, будовництво, инвестиционные проекты, экология и фестивали. Старшиня областного выконаучшего комитета Владимир Караник принял удел устремля, подчас якого у промым эфира отказал на пытание от жахара у Гродненщины. Разом с керовником региона у студии працавали его наместники Витальня Вера и Виктор Пранюк. Промая трансляция вялась на ютуб-канале телерадио компании Гродно, у инстаграма так само на телеканале Беларусь4. У Гродни плануют побудовать больницу. Место, где разместится новая медустанова, обмерковывается. Такие планы улучшать подчас стрима кера уника в области у Владимира Караника с насильництвом. Один из вариантов размещения неподалек 4-й Гродненской больницы. У протяг все неактуными темпами узводится поликлиника в микрорайоне Ольшанка, где реконструкция Лицкой и Скидельской ЦРБ, инфекционных корпусу у слонями. И шла ховорка и про ковид. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, естественно, были несколько сокращены объемы плановой медицинской помощи, диагностические возможности снижены, потому что клиники были перепрофилированы. Что вызывает определенные вопросы, и мы это и до этого планировали. Мы планируем в межэпидемический период активизировать работу по диспансерному наблюдению пациентов, увеличить время работы диагностических служб, чтобы вот этот отложенный спрос максимально оперативно удовлетворить. У рамках онлайн-размовы уздымалось и пытание об выплатах медикам, которые працуют с пациентами с коронавирусной инфекцией. Как подкреслил Владимир Караник, до завершения и выхода с пандемией ковид, выплаты и надбалки будут захованы. Не обошелся стримы без таких по традиции популярных пытаний, как будауництво и жилево-коммунальная господарка. Здесь мы надеемся, что такое общение позволит выявить те проблемы, которые наиболее волнуют наших людей, чтобы устранить их в первую очередь. А второе – запустить программу поддержки общественных инициатив или гражданских инициатив. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что вроде и благоустраиваем территорию, но всегда находится очень много людей, которые считают, что мы сделали это не там, где надо. Поэтому фонд поддержки гражданских инициатив будет позволить более активно вовлекать в этот процесс население, для того, чтобы они вкладывали часть своих трудовых сил, часть, возможно, финансирования. И при этом государство понимало, где наиболее актуально провести реконструкцию и благоустройство. Сирот инших жахаров в области текавили и планы по развитию сетки электрозаправочных станций. Как прохудшало, худка на улице Гродно з'явится перший электробус, повеличится и колька с троллейбусов с аутономным ходом. Выказали жахары и хвалявания об экологии в связи с будовництвом нового азотного комплекса у Гродня. И на этот конт прогучал полный отказ. Отзначим, что некоторые запыта взяты на контроль. Для меня о том, что дорога на Адельск проблемная, это явилось чем-то новым, поскольку даже после завершения эфира возник вопрос, так что же с дорогой на Адельск? Вот хочу ответить, что лично по ней проеду и в ближайшее время на этот вопрос ответим. Стрим продолжился полторы годины, это первый подобный опыт, и как был отзначен новый формат гутерки, охопливая еще большую аудиторию. Тому подобные мероприемства с жахарами региона станут периодичными. Если появится необходимость, если появится, мы будем чувствовать, что у людей есть необходимость в тех или иных ответах, конечно же, мы будем стараться делать это чаще. И более того, у нас наши адреса телерадиокомпании открыты, поэтому вопросы могут поступать в любое время, мы будем их координировать, комплектовать. И, собственно, на каждый из вопросов поступивших, я надеюсь, что будет получен ответ от заинтересованных лиц. Дорога трансляция перших эстрима состоится доступной на офицейном сайте и ютуб-канале телерадиокомпании Гродно. А прочтаго телевизийная версия будет показана у рамках программы «В окна города». Эфир 24-го Сыковика у 19.15 на телеканале «Беларусь-4 Гродно».